Деревья. О, ничего себе. А вы заметили, как классная работа вообще для микрофона? Я же таскаю его, у него все. Ну, конечно, будет претензия, может быть, к качеству записи, но для меня сейчас важно то, что происходит здесь. То есть то, что вы слышите у меня. Для меня как бы прямая трансляция, это не так важно. Для меня важно, что это происходит, как принято сейчас говорить про язык, в моменте. Вот. То есть этот момент очень действительно персональный, что вы меня слышите, и я мыслю вместе с вами, я ловлю ваши отношения, то, как вы это воспринимаете, вас подтверждают то, о чем я говорю, что в этом есть смысл. 14 дней. То есть прогулки, которые построены вокруг изучения местной мифологии, которая построила эту культуру, построила внутреннее мировоощущение технологии. Если, я не знаю, вы читали или нет, но ведь действительно сказание о нарках – это очень круто. Это очень крутая литература, понимаете? Она взрослая, она потрясающе взрослая. Там такие взрослые моменты, которые надо адаптировать, еще для детей дополнительно. И эти же сюжеты присутствуют в Осетии. То есть и для Осетии нам надо. Тут надо понимать, что собрать эти четырех. Их можно браться четыре, тридцать четыре. Соколы. Нет, почему-то показалось, что четырех красивее всего. Романтические каникулы родителей. Я сюда тоже. Это очень важно для территории настоящего детства, чтобы у родителей не складывалось впечатление. Я на тебя всю жизнь положил. Лучшие годы. Я ради тебя. Нет. Пока ты там строил крепость, я жила своей жизнью, я дышала воздухом, я там, не знаю, всегда семья. Они какие-то находили новые смыслы своих отношений, побыли наедине. Я сейчас много консультирую персонала. У меня есть такой сюжет, я не постесняюсь сейчас о нем рассказать, потому что он в одной семье. В этой семье ребенок, у которого заболевание, которое требует постоянного родительского контроля. И родителям сложно. Они уехали за убежь, чтобы там ребенка лечить. Вернулись. Они под напряжением. Бабушки, дедушки, мои родители очень сильно помогают. В общем, сложные личные отношения. Семья посчитала, что нужно расстаться. Это в одном из российских городов, где ЗАГС, куда надо пойти, чтобы подать заявление о разводе. Куда нужно пешочком пройтись. Ну, какое-то там количество времени. Ну, просто пешеходная улица там находится. И вот эта семейная пара, они припарковали машину и пошли пешком. Они идут в ЗАГС, чтобы развестись. И просто между собой что-то обсуждают. И вдруг они ловят себя на мысль, что они давно просто не шли и не говорили просто о жизни. Ну, просто у них не было возможности. Они так занимались суетой, занимались ребенком, занимались бытом. Что у них не было возможности просто идти и говорить друг с другом. Они говорят, зачем нам сейчас разводиться? Ну, мы же идем и сейчас нормально общаемся. Вот они тогда шли до ЗАГСа. Пошли обратно в машину и живут до сих пор. Поэтому иногда важно, чтобы ЗАГСы были. Как-то правильно тоже решены, давали возможности. Хотя у меня особенность, я, например, расписался в один день. Не буду рассказывать где, не буду рассказывать как. Но я просто пришел в ЗАГС и сказал, я хочу вот на этой женщине в силу двигаться. Я хочу, чтобы она была моей женой. И она согласилась. Он говорит, ну как, ну положено же подождать, принять решение. Понимаете, вы посмотрите на меня и посмотрите на нее. Она согласна сейчас. Вы сегодня можете сделать счастливые два человека. Это нарушение законодательства. Поэтому все, что будет дальше, я не буду рассказывать. Но у нас люди понимающие сюжет, сценарий. А главное, понимающие счастье. Поэтому очень важно, чтобы делать проекты, которые будут романтичны. Каникулы для родителей. Родители приезжают, чтобы здесь за ручки проходить. Очень важно создать республику, открытую для того, чтобы здесь перемели свадьбы. Сделать республику центром свадьбы. А почему это? Здесь умеют праздновать. Вы знаете, это же классно, когда едят ремузимы. А за ним вот эти наши любимые автомобилицы. Вот маленькие. Добрые. Автомобильчики. А ты думаешь, ну если сейчас еще раз побудет, он же развалится. И они едут, потому что у них радость, у них счастье. Вот то умение, как здесь праздновать, это должно вырасти в всероссийский сервис праздника. То есть свадьба должна быть здесь. Настоящие, все стрельцуют. С грохотом. Вот без этого и пьяных драк, они тоже бывают. А в раканских судьях. У них тоже. Но подумать о том, чтобы это стало классным культурным сервисом, который главное все делать в одно окно. То есть ты пишешь на свадьбу. Он говорит, бюджет 15 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч, 150 тысяч, полмиллиона. Что хочешь? Хочешь 7 тысяч? Сделай за 7 тысяч тоже. Приезжай. На 7 тысяч это, 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 это. Люди понимают, что это классно, потому что есть фотки, как ты в прель-брусе, а на фате, ты на камне, у тебя романтика. А тебе 7 тысяч будет достаточно. Фотка из прель-брусе, где она твоя, вот, в фате такая стоит, в прель-брусе. 7 тысяч. Это все. Я не хочу сказать. Извините, не сниду. Все. Так вот. Культ-традиции, которые я называю. Культ-традиции создания и культурные инициации. Здесь очень важный момент. Это когда мы понимаем, что дети, у них уже есть творческие способности. Дети в определенном возрасте, до 12, до 13 лет, они, по сути, такие настоящие, какие у них будут всю жизнь. Потом социально начнут немножко их давить. Их таланты, и их способности начнут снижаться, начнут подавляться социально. Важно, чтобы возникали такие культурные инициации. Это связано также с театром пиратом. То есть возможность детишек приехать, приехать на автобусах, пожить в аккуратных дубиках, выходить на сцену, на этих сценах, танцевать, рассказывать, раскрываться, учиться дружить, учиться коммуницировать. То есть одна из проблем нашего цифрового века, то, что люди очень легко начинают дружить через цифровые каналы. Ну, ты на него подписался, ты на него подписался, ты на него подписался, ты переписываешь их текстом, ну, не посознавиваешь его звонками. А реального диалога, реального разговора, живого, пахнущего, двигающегося, его становится меньше и меньше. Вот эта инициация, что я интересен, я понятен, я умею говорить, на меня смотрят, на меня смотрят, я все меньше и меньше этого стесняюсь. Это тоже очень важный момент. Также ранний опыт театрального. Потому что театральное – это очень кавказ. Все кавказские пираты, это молодежь, есть внешний зритель, это нормально. Вся кавказская пирата, она на них. Что люди подумают. Что люди подумают, как это раскрыли. Она вся театральная, она театрализирует. Видите, что традиционные грузинские страны. Такой трагедии мы не видим. Успоминальные трагедии, они объясняют, почему у Грузии было такое кино. Было такое театр, была такая нарактивная, такая громкая, бегучая, выразительная такая вот традиция. То есть, если у тебя мощное какое-то событие. То приходят женщины в черном, и они начинают так рыдать, что хочется просто с этого мира просто смысловаться. Ну, потому что они плакальщики, потому что традиционная традиция плакальщика. Театрализованная, да, честная абсолютно, абсолютно честная присутствие театра внутри жизни. И это, ну, тоже это обостряет чувства, обостряет их людей. Следующий слайд, друзья. Это мы сейчас говорили про детство. Следующий слайд, это когда мы вдруг, вот такой кадр. У нас есть камень, у нас есть аммонит, и у нас есть, ну, аммонит, это вот это вот чренистоногое, вот это вот, вот раковина. И у нас есть крапива. Важно, что ребенок здесь уже может рождать в себе колоссальное какое-то непопытство. Знаете почему? Потому что камень и следы аммонита – это уже интересно ребенку, потому что дети проходят в этот период динозавра, в явности погружения в колоссальное таинственное. А есть крапива, да, и крапива. Всегда опасно, что-то нужно, не знаю, что происходит, потому что она живет. А, допустим, есть яичины в алказе, из крапивы. То есть их готовят. Вы знаете, вот это интересно. Представляешь, она же корючая? Она же жжется, а крапива. Но ее же применяют в пищу. Как она же корючая? Она же жжется. Вот, смотри, вот она из пищи. То есть из нее готовят. Это один из продуктов, традиционных продуктов. Это один из продуктов. Поэтому умение на одном квадратном метре найти вечность, найти историю, найти объект для любопытства – это тоже удивительное здесь. Вот таких мест очень много, вокруг них целые уроки могут идти, которые лучше работают, чем целые месяцы в школах. И ты один раз можешь рассказать, как это, что это, что эти горы, которые, как мы сказали, были дном древнего океана. И это интересно. Детям это нравится. Следующий слайд, друзья. Теперь национальный футуризм. Проект «Земля верных». Немножко позже о нем. Но очень важный контекст, который возник на Кавказе – это умение переживать равенство религии. То есть люди, которые верные своему внутреннему религиозному богу, они чувствуют. Потому что мусульманин – это кто верный. Потому что он взял для себя вот это вот внутреннее призвание. Христианин тоже кто-то сохраняет веру. Он верный. Иудеи – верные. Между ними могут быть масса противоречий идеологически. Хазарейки – тоже верные своей традиции. Все кавказские народы, так или иначе, как и славянские народы, имеют часть своей культуры, которая абсолютно языческая. Иудеи. Если довести требования до конфликта, то есть ты это не носи, потому что это часть языческого костюма. Ты не празднуй праздник, потому что это часть языческой традиции. Она противно-релития. Тогда постоянный будет конфликт. Нужно находить территорию, которая является землей верных. То есть люди, которые построили отношения таким образом, что они это люди, что они это уважают. Потому что я еще в советской школе, как русский мальчик, прихожу в класс и громко кричу «Христос воскресе!». Я счастлив, что мои одноклассницы меня отвечают поистине воскресе! Потому что они уважают меня и через меня уважают мои люди. Понимаете? Это очень важный момент, очень трогательный, очень ценный. Я знаю, что очень многое изменилось. Что очень многое обмоталось на такой надрыв, что нас очень легко всех поломать. Нас очень легко всех внести к новым конфликтам, находящимся за территорией земли верных. В земле, где люди так говорили, что нужна не нами. Мы там живы. Мы подъявляем взаимное уважение, мы не переходим к границам. Мы не накрываем эти продукты, потому что они для вас не приятны. А вы не производите этого. А мы не озвучиваем вот этого. А вы вот этого. И это делает Кавказ как право. Умение немножко негласно проявлять уважение. Потому что во многих историях того, как Кавказ, до последнего... Ну, давайте с войны. Потому что, ну, не хочу брать Кавказ куда-нибудь. Сохранился этот момент, что, знаете, мы сейчас не будем брать эту территорию. И разбирать. Потому что нам вещи неприятные границы для нас. Пророк в Коране, он говорит, вы люди, вы сами. Приходите к тому, что верны для вас и для нас. Потому что это очень важно в этой территории диалога. В этой территории верны. В смысле, вы взяли для себя духовный бутыканон, он, в любом случае, приводит к тому, что вы должны быть либо очень принципиально, либо очень типичным. Следующий момент. Отправь болгарский ботаж. Вы слышите, что в Балкарсе не спросите? Хороший вопрос. Вот. Это могут быть анекдоты. Внутри репортажа и так далее. То, как звучит русский, болгарский, это не передал. Потому что, когда мы слышим, что дистанция, когда мы видим репортаж, ну, это не правда. Так как могут где-нибудь люди сидеть и вести репортаж, это не передал. Сделать из этого подкасты, это будет популярная, медийная, классная, живая история. Живая, хриплая, вокализовая. Вот. Следующее. Академия адельского авангарда. Здесь очень важно. Академия адельского авангарда. Всегда здесь, на территории республики, центры культуры, центры искусства были наполнены вот этим стремлением быть лидером через творчество. Организовывались всегда группы. Здесь всегда было несколько ровных групп, которые мы сгибали в ТБДУ. всегда были артелью художными. Всегда старались одеваться модно, одеваться выразительно, одеваться авангардно, немножко ярче, чем это принято. То есть ловить для себя взгляды и вот это. Ну, хорошо. И это очень правильная вещь, потому что можно построить через это целое учебное заведение. Учебное заведение, которое прививает, что ты хорошо понимаешь мировую культуру, ты понимаешь ее контент, ты можешь свое хорошо знать, понимать. И благодаря этому ты лидер. Ты лидер, объясняющий лидер. Ты лидер, объясняющий культур. Ты лидер, объясняющий, что надо быть. Ты сильный. У тебя есть аргументы. И это тоже очень важно. Следующий момент. И вот, когда ты создаешь вещь, которую ты можешь объяснить, почему она передавала, почему она соответствует тому, что есть в мире по-другому объясняет, потому что есть масса вещей, которые нам нужно объяснить. Почему эти традиционные воззрения на семью все еще должны для сохранения? Потому что есть другие версии семьи, которые возможны, но мы еще не знаем, насколько они функциональны, насколько они объединяющие, насколько они не создают конфликты. Потому что мы видим просто ситуацию, как конфликт. Мы не задаемся традиционным изучением того, что люди, которые имели другую сексуальную ориентацию на контакте с ними, они как вообще живут? Они всегда считали блаженными после этого. Просто считали, ну, что это своя особенность, есть, ну, что с ним, ну, тот живет, ну, так вот. А при первом слове называли на нянь. Но считалось воспрещенным этого человека обижать. Потому что он как блаженный человек, он живет в своей естественной свете. Это один вопрос. Равенство, пока тебе не всегда все на себе равны. То есть у тебя есть возможность твоя, в присвободении всех общих правил, сохранять свою юридичность. И так жили люди, которые приезжали, которые бежали от насилия, которые бежали от уберений. Почему здесь образовалось такое количество людей? Ну, что-то попробуем. Взялось как раз. С дона выдачи нет, так и здесь. Мы приезжали на Кавказ за большие годы. Сталинские времена, город, который был в России, на Украине, если мы приймем этих территориях, в Казахстане, все равно привел к тому, что на Кавказе оказались люди, которые бежали от города, оказались где-то. Тоже не просто. Тоже будет не просто. Но эта земля принимала от всех, принимает всех. Следующий момент. Цифровое наследие – это семейная требования. Это цифровизация, создание цифровых денег, которые отвечают, как развивать город, как развивать территорию, кто конвертный, кто с кем связан. Потому что текущее поколение еще может заставить сесть в их дома классные старые фотографии и рассказывать о том, кто на этих фотографиях. Кто кому, кто откуда приехал, кто из каких частей большого мира, кто оказался за рубежом, кто за рубежом природства. Например, большая американская семья, она разбросана в СМИ. Но очень важно создать цифровую версию этой семьи, касающуюся и русских, касающуюся Осетии, касающихся Толярск, а немцы, которые те живут, немецкие или васильники, тоже понимать, как они организовались, как они жили, с какими фамилиями связаны, с какими событиями. Вот именно цифровое может показать, это кастрюм. Связать со возможными документами, которые были заключены в официальную историю, с архивами, которые рано или поздно тоже передают. Тоже очень важный, может быть, проект. Проект «Камень, ножницы, бумага». Все просто. Это проекты, которые построены вокруг трех ключевой компетенций, которые есть у всех народов. «Камень, ножницы, бумага». Это архитектура, дизайн одежды, литература. Я бы добавил ножницы, еще парикмахерское искусство. Потому что на Кавказе принято, что волосы потрясающие. Про мужчин не скажу. Женщин – потрясающие волосы. И поэтому мастера парикмахерского искусства – это парикмахерского искусства. Это потрясающие опытные люди, работающие с сложными волосами, сложными прическами, сложными волосами. Уметь это – это уметь хорошую импортируемую профессию. Потому что многие, которые переезжают в бюджет, они сталкиваются с тем, что уровень церкви парикмахерской, которые есть в нашей стране, он защитит нам ниже. То есть, если не умеют узнать, понимают, кстати, красиво тебе идет, не идет. То же самое касается строительства. Строительства, архитектура, практики. Просто когда я увидел, как эти стали развитые, например, любые строительные бригады через Инстаграм, у нас плитка, у нас шифер, у нас все через Интограмму. Продажа того, что ты умеешь, предложение, фотографирование того, вот мы там построили, как мы умеем, очень важный навык сами по себе. И бумага. Это очень важные вещи, которые должны быть связаны с тем, что надо приучить сейчас поколению быть нарративным, рассказывать о смысле, что происходит. Какие мысли у тебя, как ты это чувствуешь, где у тебя, почему возникла и стала такой мощной школа, которая сделала Соборкова. Он набрал несколько десятков ребят, там каждый из них колоссальный таран. Это хороший отбор. Там правильные книжки он сказал, рассказы, что вы знаете, что вы понимаете. Мы смотрим просто небольшой фильм, в котором мужчина, который пережил войну, говорит своему сыну или парню, где-то там он там следит, которого он воспитывает. Вот у тебя наковальня, если вытащи наковальню, если ты мужик. Почему нас это трогает до глубины души? Потому что где-то внутри этого древний мир. А парня, который должен быть вытащить наковальню, просто так, это просто другое дело, чтобы сложить. Но когда это касается мифа, это касается немножко того, что отражается в каждом из нас. Мы понимаем, что мы решили достичь через мир, что нужно съесть путь соли. То есть, ты должен сделать что-то неприятное, для того, чтобы преодолеть, чтобы стоптать десяток железных пошмаков. Поделать большой путь, чтобы чему-то принять. Ну, встречаемся с аналитиками, современные психологи, те, кто любит. Занимайся только тем, что ты любишь. Занимайся только тем, что ты любишь. что ты любишь. Поехали. Поехали. Поехали.